Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в The Forgotten One с глобальной конверсией Half-Life 2, которая рассказывает нам про Грабунска. Это такой поляк, у которого фрица убили родители и он высадил одного из главных и по его следу пришел сюда. Здесь кто-то наш знакомый вот в этом доме спрашивает нас, а что ты тут сделаешь? А мы ему ответим, что мы просто путешествуем. Ты, говорит, явно не убираешься. Ой, твою мать! О, хрен! Это только что было! Игра, на самом деле, я не думаю, что... Что? Какого черта прыскало? Это было страшно, но я не понял, что это было вообще. Наш парень, похоже, объехал. Короче говоря, что я хочу сказать. Я с превеликим трудом очень-очень тяжело сумел запустить эту игру для второй серии, потому что она тупо вылетает при переходе на каждую новую локацию. Поэтому я не уверен, что мы сможем пройти до конца, просто побегаем до упора, сколько получится. Но если там получится и люди в комментариях подсоветуют что-то дельное, тогда мы продолжим. Но не знаю. Пока что просто давайте играть и не заморачиваться по этому поводу. Как упадет, так упадет. Какого черта вообще? Хорошо, мы попали в это имение. Давайте осваиваться. Здесь все как-то очень странно и глючно, но... Ну круто при том. Хорошо. Как думаете, может снайперку взять, но она медленно, а это карабин, но он хотя бы покажет. Отлично. Здесь все в кровище. Что за звуки вообще? Ощущение, что сверху кто-то ходит. Какого черта. Так, тут у нас труп лежит какой-то. И что-то такое, судя по звукам, кто-то ко мне подходит, что ли? Я сейчас выйду, а там будет нечто, да? Конечно. Что здесь произошло? Ты не слышишь, что ли? Ты не видишь кровищу? У тебя только что братюня взял и исчез, каким-то странным образом испарился, а ты задаешь такие вопросы. Это патроны, нет? Я не знаю, я уже не хочу даже вдаваться, что это за звуки такие. Так, вот отлично. Кто там? Нет никого. Иди отсюда. Окаянный. Смотри, а тут какая-то... Как для ключика, да? Ладно, запомним. Не уверен, что это нам понадобится, но все же. Так кто ж тут ходит-то постоянно, а? Может, сверху кто есть? Я сейчас просто хочу вбить уже, потому что это реально просто расшатывает нервы. Кто здесь? Кто есть? Нет, ни хрена никого. Ладно, давайте по порядку всех следовать. О, как я ненавижу такие приколы. Кто там ножи точит? Я сейчас потачу, точилки вырву, скажу, так и было. Твою мать. Не поддается. Закрыто. Не открывается. Внутри кто-то явно не в духе. То же самое. Не поддается. Отлично. Что-то с ней... Не, вы слышите это дерьмо? Это ненормально. Я надеюсь, вы в наушниках это слушаете, смотрите, потому что вот одна из тех игр, в которых это реально того стоит, потому что, блин, вот эти забывания, какие-то топания надо мной, какие-то звуки реально... Как будто кто-то затачивают лезвия ножа прямо у тебя за спиной. Они очень приятны. Там плачет кто-то? Туалеты. Есть кто? Кто там такой? Ой-ой-ой-ой. Шипотки, крики, кровь... А я не выживу. Я не смогу жить с собой. Этот долбанный ребенок никак не заткнется. Я уже слышал достаточно, но слишком много голосов. Тихо. Тихо. Девушка. 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 Нахер уходим. Уходим. Передрог. Передернуло всего. Ох, шесть. Может, с комнатой поспокойнее, да? Конечно. Вон какой-то черт стоит. Я вижу. Так, мы подобрали кусачки. Что нам ими нужно перекусить? Ну-ка, не смей даже думать об этом. Так, ладно, допустим. Я не хочу тут находиться, Баля. Слишком страшно. Ох. То есть, коряло, но очень страшно, да? Вы заметили? Чуть-чуть, пугать и не умеют. Так, ну, хватай. Первый. Второй. Так, здесь ничего. Кто-то плачет за стеной. Да что ж происходит? Нет фонарик какой-нибудь? Да нет, не глобус. С тех пор, как я покинул имение, я чувствую, что за мной стыдят. Громоскно наверняка сейчас в лучшем месте. Я все еще должен оставаться здесь. Я не позволю еще людям пострадать от доктора Шинзеля. Туннель, соединяющий мою хижину и имение, должен остываться закрытым все время. Грегор. Это тот Грегор, который погиб только что. Это он был? Но именно здесь где-то и находится. Это доктор Шинзель, или как его там зовут? В общем, мы у цели нашего путешествия. И скоро Громоскно... То есть, мы... Фамилия тоже, да? Сможем таки... Ой, япона мать. Блин, я на нервах, реально. Сможем найти убийцу своих родителей. Отлично. Что ж, сыр? Твою мать. Не поддается. Так, не лезет. Я так и знал, что так и будет примерно. Так, не работает. Здесь все заколочено. Такое ощущение, что от кого-то загораживались. И что-то, я смотрю, так не особо помогло. Так, закрыто. Сюда я даю твою мать. Это на первом или на втором было? Да что ж это за шажочки-то кругом такие. Хорошо, мы не посмотрели это фортепиано. Да, вроде ничего нет. Окей. Кто там, покажись. Что ж за хрень-то такая? Патроны для винтовки нам не сильно нужны, но лучше наберем. Комфортный балдомик в свое время чувствуется. Но уже давно нет. Твою мать. Ладно, все в порядке. Подумаешь. Бегает непонятная херь какая-то. Что, немецкая винтовка, что ли? Типа пожертвуй деньги или закончу, может, чтобы открыть. Ну, вот сейчас, конечно. Ты бы сначала его рабочим сделал. Постоянные крики заставляют меня проснуться. Я не могу этого носить. Так, здесь, судя по всему, ничего, да? Ну, зачем-то же мы сюда ходили. Ну, в принципе, за винтовкой могли ходить. Ладно, допустим, это так. Хорошо. Пойдем дальше. О, куклы. Ненавижу кукол. Черт, вы куклы. Всегда во всем виноваты. Одни только куклы. Куклы. Беги, твой, мать. Ой. Ой. Беги, мать твою. Уди. Уди. Беги. Беги, твою мать. Ну, что ж ты не бежишь? Ебить твою. Ну, что ж ты ползет такой? Блин. Что это за херь вообще? Красавцы, блин. Я разворачиваюсь, бежать нажимаю. Он на месте вот так вот такой. Он говорит, давай поползем помедленнее. А то у нас еще не зарежут сейчас. Вот я срал это пипец. Ладно. Допустим. И главное, до хрена попадал. Вот это какая-то живучая тварь была. Скотина. Вот это... Нет, это было слишком. Я реально просто чуть не обделался. Я уже просто отвык от хорроров, в которых надо воевать с врагами. Обычно нужно или убегать, или что. Давненько уже не играли в хорроры, где реально нужно постоять за себя, пробовать. Свиток какой-то. Я нашел карту. Ага, все понятно. Отлично. Карта леса. Вот, отлично. Сохранение. Вы знаете, для меня это было реально просто... Вынесло мозг, что я могу сказать. Это хороший мод. Очень кривой, но при этом довольно хороший. Именно в плане атмосферы. Вот эти звуки реально нагнетают. И когда эта тварь выскочила, я чуть не двинул коня. Потом оказалось, что с ней нужно еще реальный... О, на мать. Еще и перестреливаться. Ладно, короче, этот домик нам еще, похоже, доставит интересных моментов, учитывая, что мод довольно длинный. Повторюсь, я не уверен, насколько далеко мы в нем уберемся. Уберемся, говорю, блин, все, я сбиваюсь уже. Насколько далеко мы в нем доберемся, учитывая, что он работает через пень-колоду. То есть реально просто на каждой локации вылетает. Вот тут так вот просто взял и упал. Короче говоря, ну вот как вот это можно играть? Я постараюсь играть. Это у нас, в принципе, сейв поблизости. Ну, давайте на этом заканчивать. Увидимся в следующей серии. Короче, как это называется? Работает через жопу, но работает. Мод хороший, напугал меня, что в первой серии, что во второй. Причем во второй реально просто до крика. Это, по-моему, довольно ценное качество. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо, что смотрите. Увидимся в следующей серии. Будем надеяться, оно будет хотя бы там хоть как-то работать. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok